150 приморских студентов среднего профессионального образования получили именную стипендию губернатора. Церемония вручения состоялась в правительстве края. Получить денежное поощрение смогли те, кто проявил особые успехи в учебе, творческой, патриотической и спортивной деятельности. Как подчеркнул Олег Кожемяка, многие студенты активно участвуют в различных конкурсах профмастерства на всероссийском и региональном уровнях, а также в проектах по поддержке участников спецоперации. Именно среднее профессиональное образование дает возможность человеку чувствовать себя независимо вне тех влияний или временных перемен, которые происходят в нашем мире. Рабочая специальность – это тот кусок хлеба, который всегда будет с вами, который всегда может позволить обеспечить вашу семью, позволит с этой платформы рассмотреть какие-то другие движения вперед, закончить высшее образование, если он хочет совершенствоваться по своей профессии. Конкурс на отбор на получение губернаторской стипендии проходит два раза в год – весной и осенью. Отличившиеся студенты до сентября 2023 года ежемесячно будут получать денежное вознаграждение в размере 4000 рублей. Организатором выступило Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края. Хочу пожелать, чтобы ваш дальнейший жизненный путь был связан с нашим родным Приморским краем. Как он связан и вот у нас, взрослых, которые здесь всю жизнь, и наши родители были. Нам точно есть, что здесь развивать. Нам точно есть, чем восхищаться. И я бы хотел от себя лично пожелать вам, чтобы ваши мечты сбывались и сбывались здесь, в Приморском крае. Сегодня в Приморье насчитывается более 60 образовательных организаций, работающих по программам среднего профессионального образования. В колледжах обучаются около 50 тысяч студентов, работает 1700 преподавателей и мастеров производственного обучения. Профессиональная подготовка ведется почти по 100 профессиям и специальностям. Олег Завьялов, Екатерина Князева, Новости на Восьмом.